Спасибо, Татьяна. Добрый день, коллеги. Приветствую, благодарю, что пришли на наш вебинар. Тема важная, хотелось бы донести ее большему количеству, но я надеюсь, что на это еще сработает и запись нашего вебинара в Директ-Академии. Если меня хорошо видно, слышно, нажмите, пожалуйста, огонечки и начнем. Спасибо. Итак, наш вебинар посвящен комплектованию библиотек книгами издательства Директ-Медиа, причем как электронными, так и бумажными. Нашему издательству уже больше 20 лет, и на сегодняшний день мы обладаем тысячами книг различной тематики. Это книги и современных авторов по актуальным темам, учебники, пособия, монографии, научно-популярная литература и книги из фонда золотой научной классики. Многие книги успешно сложились в целой линейке, так называемой коллекции, серии. Так стала очевидна их научная ценность и виден объем литературы по определенным темам. Но обо всем по порядку. Весь перечень изданий издательства Директ-Медиа мы представляем в специально разработанном прайс-листе издательства. Это именно тот документ, который будет выложен в нашу группу, и о его важности я скажу чуть позже. Книги современных авторов для удобства комплектаторов в этом прайсе мы разбили на тематические блоки. Указали дисциплины, направления, специальности. Ежемесячно происходит пополнение полукниг по ряду направлений. И на сегодняшний день издательство Директ-Медиа предлагает книги по разным блокам. Для примера на своих слайдах я привела обложки реальных книг. Естественно-научный блок, естественно-научные дисциплины. Сюда входят книги по естествознанию, экологии, наукам о земле, математике, физике, химии, биологии, географии, геологии. Именно этими специальностями, направлениями представлены естественные науки. Часть книг вы видите. По оформлению хочу обратить внимание, мы специально разработали обложки, которые помогают визуально выделить, допустим, книги для среднего профессионального образования. Остальные книги мы оформляем уже исходя из нашей фантазии. Следующий блок выделенный в прайсе и представленный нами по техническим наукам. Сюда входят книги по военным наукам, энергетике, электротехнике, информационным технологиям, инженерным наукам, машиностроению, технологии производства, техносферной безопасности. По сельскому хозяйству выделен блок «Сельское и лесное хозяйство». Выделила вам самые такие интересные книги прямо на слайд. По медицинским наукам выделен отдельный блок. По социальным, общественным и гуманитарным наукам у нас огромный пул книг. Разумеется, я даже списками не могу здесь представить презентации. Только потому, что сюда входят книги по социологии, социальной работе истории, в частности, истории России, археологии, этнографии, экономике, бухгалтерскому учету, аудиту. Экономике труда, финансам, банковскому делу, инвестициям, налогам, страхованию, книги по менеджменту, маркетингу, в том числе кадровому, логистике, делопроизводству, торговле, книги по политологии, правоведению, государственному и муниципальному управлению, отраслям права, как административному, так и уголовному, книги по безопасности жизнедеятельности. Также в этом блоке культурологии, религоведение, науковедение, средства массовой информации, журналистики. По книжному делу большой полкниг, педагогика просто необъятная, медиаобразование, дошкольное образование, общеобразовательная школа, вы уже видели, что среднее профессиональное образование у нас тоже присутствует, высшее образование, физическая культура, спорт, туризм, библиотечное дело, филология, лингвистика. Причем лингвистика – это и русский, и иностранный язык, литературоведение, искусство. В этот блок у нас входит и музыка, и дизайн, и танец, и театр, и кинематограф, философия, логика, этика, эстетика, психология. И все эти направления представлены в огромном блоке социальных и гуманитарных наук. Как видите, книг очень много, они очень разные, выбрать есть всегда что. Книги по всем перечисленным мной областям имеют уточняющие параметры для библиотекарей и комплектаторов. Мы указываем ID книги, идентификационный номер. Помните, да, что у нас не только бумажные книги, но каждая бумажная книга существует и в электронном виде. Поэтому наличие ID существенно облегчает поиск необходимой литературы. Кроме того, мы выделяем перечень дисциплин, к которым можно применить то или иное издание, и классифицируем книги еще исходя из этого. Обязательно выделен автор, полное наименование, заглавие, год издания, ISBN, тип издания, монография, учебник, учебное пособие и прочее. Выделяем направление подготовки. Это либо среднее профессиональное образование, бакалавриат, высшее образование, магистратура, аспирантура. И также мы в прайсе обязательно даем аннотацию для того, чтобы ознакомиться с таким кратким содержанием этой книги. Все, что я перечислила, нами закреплено в фильтрах. То есть можно отфильтровать издание по году. Я знаю, что для библиотек это очень важно. И когда комплектуются, обычно ставят три последних года, кто-то подбирает, например, только художку, кто-то интересуется определенной специальностью, дисциплиной, или выбирает, допустим, только информационные технологии, книги по информационным технологиям. Очень разные запросы, и мы постарались объять все обращения, которые у нас к нам были, и помочь комплектаторам и библиотекам разобраться и облегчить свой труд. Все авторские книги у нас имеют лицензию на использование. Мы работаем с исключительными правами на издание авторских книг, закрепленных в лицензионных договорах с авторами или их наследниками. Кроме того, наши редакторы отслеживают по спискам инагентов. Это новшество. Мы понимаем всю важность этой работы и также знаем, что библиотекари тоже делают эту работу, причем у них эта работа выведена в регулярные проверки списков тех книг, которыми они собираются комплектовать, или тех книг, которые уже присутствуют в фондах библиотек. Поэтому наши совместные усилия позволяют свести к минимуму возможность приобрести издание, которое невозможно будет потом использовать. В данный момент это важно, и мы здесь, конечно, на стороне наших клиентов, библиотекарей, комплектаторов помогаем, чем можем. Я принесла показать образцы наших книг, потому что если библиотека приобретает издание в бумажном виде, то они могут быть уверены в том, что получают качественную книгу с хорошей бумагой. У нас бумага 80 грамм на всех книгах. Вот видите, такие замечательные. Я понимаю, что это сейчас такое довольно условное ознакомление. Вот, например, видите, я говорила о книге, об оформлении которой было нами разработано для среднего профессионального образования. В зависимости от того, что это за тип изданий, например, учебное пособие, то, чем будет активно пользоваться, мы рассматриваем и мягкую обложку, и твердую обложку. Вот, используем, где это необходимо, цвет, потому что понятно, да, что для, допустим, дизайнерских дисциплин или для научно-популярной литературы, где важно изучение иллюстрации с цветом, мы такое пропустить не можем, поэтому делаем все очень качественно. Вот, очень разные издания. Здесь мы визуально вот оформляем СПО отдельно, а остальные книги оформляются тематически, согласно фантазии нашего дизайнера и направлению, заданному ответственным редактором или самим автором. Многие публичные научные библиотеки комплектуются не только новинками, но и книгами, которые складываются в целой линейке. Об этом я чуть раньше уже говорила. Вот, например, в нашем издательстве вышли серии, существуют серии, такие как «Современная Россия», «Восточный вектор», «Спецслужба России», «Неизвестные народы», «Люди судьбы эпохи», «Познай себя» – это целая линейка, «Мемуары замечательных людей», тут биографии, мемуары, такие актуальные, красивые издания, оформленные в одном дизайнерском решении. Также есть серия «Неочевидные, невероятные» и альбомы по искусству. Я на слайде вам представила серийность, чуть-чуть выделила. Вы видите, тут и «Спецслужба России» и альбомы по искусству, и книгу, которую я вам только что показывала, «Код чуди». И в самом низу эта линейка как раз «Мемуары замечательных людей» в едином дизайнерском решении, очень такая достойная. Чуть отвлекусь, совсем недавно мы были на выставке «Нонфикшн», мы регулярные участники этой выставки, у нас есть свой фан-клуб, я имею в виду фанатов, которые приходят за книгами именно нашего издательства на эти выставки. И в очередной раз мы поняли успех нашего издательства именно в выпуске этой серийной литературы. Люди постоянно подписываются новинками из определенных серий, которые им интересны. Вот это очень приятный опыт, и мы рады, что все-таки для многих посетителей мы уже не открытие, а такой вот целенаправленный поиск. Вот на слайде, который вы сейчас видите, это наша работа по переводам. На данный момент не сказать, что мы ее приостановили, мы работаем с тем, что удалось приобрести по правам у наших зарубежных партнеров, и работаем дальше в направлении переводов. У нас есть редакция отдельная для этого направления. И вот в такие серии входят книги современных авторов, впервые переведенные на русский язык. Это зарубежное издательство, научная классика. Такие книги собраны в коллекции. Например, вот есть, вы видите, да, «Восточный вектор», это «Китай», «Две Кореи», и совсем новая книга «Сообщество единой судьбы человечества». Мы эту работу надеемся, что будем продолжать в ближайшем будущем с более легким доступом к этой литературе, чтобы постоянно пополнять нашу линейку зарубежных переводов. Также у нас есть классические серии, военно-историческая библиотека, «Гибель Российской империи», например, «Сто лет французской революции», «Первая мировая война», ну и, разумеется, «Великая отечественная война» и многие-многие другие. Разумеется, каждая из книг из любой серии или коллекции снабжена необходимыми параметрами, о которых я говорила выше. Это ID книги, автор, полное наименование, год издания, SBN, тип и аннотация. Я чуть ранее говорила о том, что комплектование осуществляется как бумажными, так и электронными книгами. В этом плане мы, разумеется, исходим из потребностей библиотеки в том или ином носителе. И комплектование библиотеки бумажными книгами, в частности, осуществляется на основании договора на поставку книжной продукции. Договор может сопровождаться коммерческим предложением, гарантийным письмом, собственно, самим договором, который, как правило, предоставляется библиотеками, потому что он выверен с юридической точки зрения, удобен для библиотеки, учтены все моменты, нюансы. Мы абсолютно не против, даже рады, когда договор имеет уже какой-то опыт использования. Если такого опыта нет, то, разумеется, мы предоставляем свой и доводим его до совершенства, чтобы было удобно всем сторонам. Также мы при уже контакте с клиентом, с библиотекой или комплектатором занимаемся спецификацией и отгрузочными документами, товарной накладной, счетом. Доставку книг издательства осуществляется, разумеется, за свой счет, хотя, не знаю, может быть, даже не разумеется, но мы делаем именно так. Книги доставляются к ногам комплектатора или библиотекаря транспортной компании с грузчиками, с подъемом, потому что мы знаем, что в библиотеках работают прекрасные, хрупкие женщины в основном, поэтому никаких усилий здесь со стороны библиотеки быть не должно, и мы это понимаем, и этому правилу следуем. Мы активно работаем по реализации проекта субсидирования библиотек. Многие клиенты, и это очень радостно, похвально, они используют эту возможность, указывая источник финансирования, именно субсидию, выделяемую на пополнение фондов библиотек уже в договоре. Там есть такой пункт у большинства библиотек, и это отрадно видеть, когда библиотека имеет возможность купить много книг по интересующим тематикам, потому что субсидирование, это, конечно, не сказать, что не ограниченные, но большие возможности. Начинаем мы работу по комплектованию с обработки заказа от библиотеки. Именно для этого не поленитесь и в нашей группе скачайте документ, он в формате Excel, это прайс-лист нашего издательства. Прайс обновляется ежемесячно, и после окончания нашей встречи, вот вы можете скачать этот документ, эту презентацию, ознакомиться с перечнем книг и сформировать заказ. Для этого, как правило, просто добавляют необходимое количество в колонку рядом с названием книги. Она есть, вы можете спокойно выделить и указать то, что вам, сколько вам нужно экземпляров в дополнительной колонке прайса. Комплектование библиотеки электронными книгами. Вот, кстати, на слайде, который вы видите, есть и кусочек договора, и кусочек прайса, причем реального заказа. Видите, вот выделили колонку, и библиотека спокойно проставляет, сколько нужно. Ну, а грузчик – это как вариант. При комплектовании библиотеки электронными книгами действия немного другие. Библиотека подключается к электронным библиотечным ресурсам по вашему выбору. Здесь нужно будет выбрать один или несколько вариантов. С нашей стороны мы предлагаем два огромных ресурса, два портала. Это электронная библиотека по искусству «Артпортал. Мировая художественная культура». Не очень долго расскажу про нее. «Артпортал» является одной, наверное, из самых крупнейших русскоязычных интернет-платформ, посвященных искусству. Здесь представлены тысячи, если я не ошибаюсь, около 80 тысяч изображений в высоком разрешении. Это и репродукции картин, великих живописцев, и фотографии скульптуры, и самых известных памятников архитектуры, эскизы театральных декораций, многое-многое другое, смотря какое направление вам интересно. Помимо вот этого всего великолепного изобразительного ряда сайт знакомит с биографиями выдающихся мастеров искусства, около 7,5 тысяч имен, стилями, направлениями искусства, содержит подробную информацию о музеях, галереях мира и других держателей шедевров, их около 4 тысяч, включает интересное описание шедевров мировой художественной культуры. Портал содержит ряд уникальных сервисов, таких как 3D-лента времени. Вот на слайде вы видите кусочек этой ленты времени. Это очень занимательная вообще платформа. Дело в том, что как только человек, как близкий к искусству, к творчеству туда попадает, настолько это все затягивает, цепляется одно за другое, что вылезти оттуда невозможно. Если бы можно было арт-портал назвать соцсетью, вот это именно то. Но, знаете, с таким положительным эффектом, с обучающим результатом. Так вот, помимо 3D-ленты времени, арт-отека интерактивных альбомов существует и многое другое. Арт-библиотека – это такой уникальный проект арт-портала, мировая художественная культура. То есть помимо ленты времени изображений существует еще и библиотека. Вот в настоящее время в нашей арт-библиотеке представлено более трех тысяч книг, посвященных самым разным вопросам и аспектам искусства. Все эти издания, написанные русскими, зарубежными авторами, являются актуальными современными исследованиями в заявленной области знаний, и будут интересны и полезны широчайшему кругу читателей. А учитывая то, что современная молодежь по большей части визуалы, то когда попадают в это арт-пространство, терапевтического эффекта там достаточно. То есть обязательно что-то, и, как правило, многое, они оттуда выносят с собой. Следующий ресурс электронных книг, которым мы предлагаем и которым занимаемся уже два десятка лет, это университетская библиотека онлайн. Крупнейший ресурс. Это современная электронная библиотека. Несмотря на то, что мы работали в этом направлении уже давно, разумеется, мы постоянно совершенствуем, и термин «современная» здесь не просто так, он действительно актуален в настоящем времени. Эта электронная библиотека обеспечивает ресурс к наиболее востребованным материалам научно-технической, монографической, профильной, научно-популярной литературе и по всем отраслям знаний. Ресурс этот содержит профильные научные монографии, учебники, учебные пособия, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео и аудиоматериалы. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой. Здесь, не знаю, хорошо ли вам видно, четко ли видно, но здесь не только наше издательство, это платформа, которая собирает лучшие издания и многих других наших партнеров, крупных издательств. списочек вы видите рядом, и это только начало, и Альпина Диджитал, и Аспект Прессы, и так далее, и так далее. В общем, каталог очень и очень большой. Так вот, подписчиками электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн являются десятки научных библиотек. Подписка на базовую коллекцию даст доступ к более чем 120 тысяч изданий по всем отраслям знаний. Более 400 издательств. Это вот то, о чем я говорила чуть ранее, представлены в ЭБС. И те книги, которые предоставляют нам наши партнеры, обеспечат ваших читателей изданиями по основным и узкопрофильным областям знаний. Доступ к электронной библиотечной системе осуществляется по логину и паролю и по IP-адресам. Электронная библиотечная система университетская библиотека онлайн в том числе содержит эксклюзивные книги нашего издательского дома, Директ Медиа. Соответственно, вот все то, что вы можете увидеть в прайсе, которое обязательно скачаете в нашей группе ВКонтакте. Это все есть в базовой коллекции или в отдельной коллекции нашего издательства, представленной в электронной библиотечной системе. Общее количество таких изданий составляет более 5,5 тысяч наименований. И научная классика из золотой коллекции, и современные авторы. В общем, все, с чем мы работали. Для ознакомления с электронными ресурсами мы обязательно предоставляем бесплатный тестовый доступ, потому что сначала нужно это попробовать, показать читателям, посмотреть читательский интерес. Книга-выдача, в конце концов, в электронном виде это тоже все возможно, причем это возможность зафиксировать и как-то спрогнозировать интерес. Так мы исключаем кота в мешке, и любая библиотека, осуществляя подписку, точно знает, что приобретает. Ну, вот как видите, комплектовать библиотеку с нашей точки зрения довольно легко в этих современных условиях, которые сейчас для нас всех существуют. Начните с потребностей библиотеки. Какой вид? Электронный или бумажный необходим? Далее идет ознакомление либо с перечнем книг, либо с подпиской, да, с тестовым доступом. И таким образом новые книги появляются уже на ваших библиотечных полках. О документах, доставке или открытии доступа заботится уже издательство Директ Медиа. Контакты для консультации, для оформления подписки или заказа вы сейчас видите на слайде на вашем экране. Конечно, если есть вопросы прямо сейчас, то я готова на них ответить. Предлагаю вам зафиксировать вот те контакты, которые сейчас есть, сформулировать для себя вопросы и обязательно их задать, потому что сейчас очень активно идет и субсидирование библиотек, и заказы. Такое время бывает несколько раз в год, сейчас в августе и в декабре, когда все судорожно пытаются уложиться в сроки, в отчеты и так далее. Мы с этим совсем знакомы, поэтому будем рады, если вы сделаете все оперативно, ознакомитесь и поймете, как сильно мы вам нужны. Кроме того, в начале вебинара я говорила о том, что мы постоянно пополняем наш контент, пул наших книг. Узнавать об этих новинках вы можете на вебинарах, или мы проводим достаточно регулярно вебинары по интересным темам, по новинкам, по книжным в том числе. У нас есть сайт, у нас с отдельным таким хорошим разделом новинки. У нас есть соцсети, в которых мы обязательно выкладываем то, что наделали в ближайший месяц. Мы не прячем наши книги, мы показываем их на выставках, я вам об этом рассказывала, анонсируем выходы, извещаем рассылками. В общем, мы живем книгами точно так же, наверное, как и вы. Так что, коллеги, друзья, призываю вас к сотрудничеству. Видите, насколько легко и приятно все это можно осуществить. Я благодарю всех за внимание. Прошу забрать презентацию, которую вы только что видели, дополнительные материалы. Я вижу, что уже появилась ссылочка на группу ВКонтакте. И я очень надеюсь на наши скорые встречи. Татьяна так очень заботливо рассказала вам о наших ближайших вебинарах, а я хочу вас всех пригласить еще и на вебинар, который буду проводить вот как раз по новинке нашего издательства 27 апреля с самым замечательным спикером, которого я встречала. Это автор нашего издательства, многолетний наш автор, Моисеев Владимир Викторович, академик. Мы с ним обсуждаем уже не в первый раз актуальные, острые темы по экономике, социальной политике России. Будет очень интересная тема. Ну, в черновом варианте она звучит как «Почему в богатой России живут бедные люди?» Приходите, и будет очень-очень интересно. Вот. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Если нет, буду рада, если вы хотя бы частичку своего времени посвятите нашему прайсу, и буду очень рада, если нам с вами удастся поработать над комплектованием вашей библиотеки. Благодарю всех за внимание. Татьяна, если хотите взять аудиторию на себя, присоединяйтесь, а я тогда прощаюсь с вами и жду ваших писем, пожеланий, заказов и личных контактов. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok